27 декабря 1897 года в Парижском театре Порт-Сен-Мартен прошла премьера героической комедии в пяти действиях в стихах «Серанода Бережрак». Достановку ожидал оглушительный успех. Под аплодисменты публики занавес для поклонов поднимался 40 раз. Пьеса мгновенно сделала знаменитым ее автора, 29-летнего даматурга Эдмона Растана. Награжденный Орденом Почетного Легиона и избранный во Французскую Академию Растан в 1913 году увидел тысячное представление своей комедии. На следующий год пьеса была впервые издана отдельной книгой и сразу переведена на русский язык Татьяны Львовны Щепкиной Куперник. Современный перевод лингвиста Елены Баевской в 1997 году был использован для академического издания пьесы в серии «Литературные памятники». В этом переводе сохранен канонический александрийский стих, и многие отмечают, что он наиболее близок к оригиналу. Пьеса – это драматическое произведение, а значит предназначено для исполнения на сцене. Символично, что и комедия Растана открывается действием в театре «Бургутский отель». В 1640 году здесь дают Кларизу Почетного Баро. На русской сцене Сирано дебютировал в том же 1898 году, а потом кто только не играл Сирано до Бержарака. Послушайте, какие имена. Юрий Любимов, Игорь Кваша, Сергей Шакуров, Юрий Соломин, Георгий Тараторкин, Константин Райкин, Александр Домогаров, конечно, Сергей Безруков. В 1969 году за экранизацию пьесы Растана взялся вдаль рязанов. На главную роль пробовали замечательные актеры, но режиссер почему-то был недоволен. И тут пришла мысль пригласить на главную роль поэта Евгения Евтушенко, чтобы поэт 20 века сыграл поэта 17 столетия. Ради Евтушенко Рязанов отказал в этой роли Владимира Высоцкому, который случай редкий, сам порсил сыграть Сирано. Из-за мятежной славы поэта века 20-го Госкино СССР потребовал или заменить исполнителя в главной роли, или прекратить съемки. В итоге фильм сняли с производства, а Евтушенко написал «Прощай, Сиранов, павильоны все лампы погашены, и только ботфорты твои, как насмешка, остались в багажнике». Он лучший из людей, таких на свете мало. Поэты, музыканты, физик, бретер, забавник и гордец, боец и фантазер. И нос, таких носов на свете больше нет, завидят от нос плывущей величавой, любой воскликнет. Нет уж, это слишком право. Он верно накладной, да только вот беда, месье да и Сирано с ним сросся навсегда. Характерная особенность, отличительная примета и физические недостатки, как и в пьесе, знак избранности, исключительности, метафора свободы мыслей и поступков. И главная коллизия всего действия, при всех своих способностях, Сирано считает себя недостойным внимания избранницы. Один из источников этих носов сам Дебержерак. В его романе «Фантазия» есть известное высказывание. Большой нос, признак остроумия, учтивости, приветливости, благородства, щедрости. Маленький же нос свидетельствует о противоположных чертах. Другой статьи романтиков от литературы. Библиотекарей книголюба Шарлина Атье и писателя Теофиля Гатье. Именно они возродили интерес к личности и творчеству Дебержерака. С их работами Растан был знаком и взял это на многие эпизоды для своей комедии. Любовный треугольник в пьесе не совсем обычен. Двое влюбленных мужчин не соперничают и сотрудничают, чтобы добиться благосклонности женщины. Кристиан предлагает ей свою красоту. Все равно ум, обаяние и поэтический талант. Избранница этот образ у Растана собирательный и обворожительный. А как свежа взгляника, не простудить бы нам вблизи нее сердец. Она, она, да-да, скажи мне, наконец, Мадлена Дарабен. Оксана по прозванию, уже манится, умна, полна очарования. В соответствии с прециозным, салонным стилем, помудет его времени, дамы высшего общества носят прозвище. Этот же стиль диктует определенную манеру поведения. Теперь мы поспешим в салон Кламиры. Нынче там Элькандр или Зимона Нежном говорят. Не шепчет мой мизинец, что мы пропустим их. Спешите, ваш зверинец. Последняя реплика принадлежит все равно. Это внимание к деталям, стилю и духу изображаемой эпохи является одним из многих достоинств произведения Растана. Все основные персонажи пьесы имеют реальные исторические прототипы. Так, например, в эпизоде первого действия мы встречаемся с хорошим знакомым, Шевальедой Артаньяном. Да и изобразить их Растан стремился в соответствии с их исторической репутацией. Михаил Яснов пишет, что Растан не только прекрасно знал многочисленные анекдоты, связанные с его героем, собственные его произведения, но более того, стиль, интонация, речевые обороты, сочинения и писем Дебержерака вошли в плоти кровь пьесы драматурга. Комедия буквально погружает, переносит нас во Францию 17 века. На ее страницах слышится голос подлятого Серано. В действии третьем сцене с Дегишем Серано сообщает, что нашел шесть способов добраться до Луны. Они восходят к сочинению Дебержерака «Иной свет или государство, империя Луны», где мы читаем. Ракеты были расположены в шесть рядов. Пламя, поглотив один ряд, перебрасывалось на следующий. Наконец, сгорючий состав иссяк, а Луна вскоре стала притягивать космонавта. И так далее. Многоступенчатая ракета. Такая вот космическая программа от ученика-философа Пьера Гассенди, фантазера 17 века. В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Серано Кратеров в южном полушарии и обратной стороне Луны. Кто-то из комментаторов заметил, что Серано Дебержерака мил основание ожидать, что завоюет славу своими философскими и научными концепциями. А между тем, оно досталось им из-за чувствительного сердца. Спасибо за это, Мону Растану. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok